Советский танкист Владимир Иванович Чудайкин попал на фронт в ноябре 1944 года. В первом своей жизни бою уничтожил три самоходных орудия противника. Кроме того, герой Советского Союза участвовал во взятии Берлина, исполнял обязанности командира танка, прикрывал товарищей огнем и броней. В преддверии празднования 75-й годовщины Победы Владимир Иванович предложил губернатору разработать специальные памятки для учителей и вручать их подрастающему поколению на уроках мужества. В брошюрах будет информация о начале войны, ее главных событиях и итогах. Надо провести акцию по Самарской области, чтобы во всех классах провести урок памяти. Для этого, Дмитрий Игоревич, я прошу вас дать указание нашим профессорам и особо для Министерства образования Самарской области разработать памятку для классного учителя. Также Владимир Иванович обратил внимание главы региона на медицинское обслуживание ветеранов. По его словам, врачи должны относиться к участникам войны внимательно и не решать вопросы, связанные со здоровьем по телефону. Последнее предложение, которое озвучил Чудайкин, касалось музея на Безымянке. Он предложил создать выставочный комплекс трудовой славы и доблести в Кировском районе. Владимир Иванович, спасибо вам большое за ваши конкретные предложения, за то, что это идет от души, из глубины вашей души, души ветерана, воина-победителя. Спасибо вам большое. Обязательно мы эту работу организуем, никаких сомнений нет. Губернатор отметил, что сейчас в регионе занимаются оформлением заявки на присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Такое звание присваивают городам, жители которых своим трудом внесли особый вклад в победу в Великой Отечественной войне, проявляя массовый героизм и самоотверженность. У меня нет никаких сомнений, что Самара, Куйбышев должен в числе первых получить статус «Город трудовой доблести». Спасибо. Конечно, по-другому и быть не может. Инициативу губернатора поддержал и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. По его словам, за время войны жители Куйбышева собрали на заводах огромное количество боевых машин и снарядов, снабжали фронт деталями для самолетов. За годы войны у нас в Куйбышеве было, только вдумайтесь в эти цифры, выпущено 40 тысяч самолетов, 40 тысяч самолетов, 70 тысяч минометов, полмиллиона 500 тысяч снарядов и 40 миллионов подщитников. В честь юбилейной даты весной в Самаре откроют интерактивный музей под открытым небом на улице Куйбышева, который станет пешеходной с 5 по 11 мая. Ее оформят в стилистике военного времени, а для горожан и гостей организуют тематические экскурсии, квесты и квизы. На площади славы проведут лазерное 3D-шоу, а после генеральной репетиции парада на Куйбышево состоится всероссийская акция «Диктант Победы». Анатолий Головко, Константин Головин. События.